На сегодняшний день между Западом и Россией царит ледниковый период. Еще год назад мы даже не могли этого представить себе, но у нас сейчас идет война на европейской земле, на Украине. И в связи с этим возникла такая ситуация, с одной стороны США и Европа, и с другой стороны Россия. И ситуация эта очень напоминает холодную войну. Где же находимся мы в этом силовом противостоянии? Являемся ли мы марионетками на поводке США, или же наоборот, слишком мягкие с Путиным, который очевидно хочет расширить влияние России? И чего вообще хочет Путин? Падим Фрай, сегодня у острийцев такое ощущение, что нас ведут на поводке США, заставляя нас вводить жестокие санкции в отношении России и жестоко реагировать на Путина, защищая тем самым интерес США, а не наши собственные. США играет второстепенную роль в этом конфликте. Это конфликт между Европой и Россией. Это конфликт из-за стран между нами, из-за Украины. И вот Путин использовал военные средства и просто напал на соседа. Оккупировал при этом целые области, и тем самым Путин разрушает не только Украину, но и Европу. И поэтому Европа обязана реагировать на это, а говорить, что, мол, там участвуют США, у США нет интересов на Украине. Господин Мюллер, у США нет значимых интересов на Украине. Это чисто европейский конфликт, которым должна заниматься Европа. Это у вас такой тонкий юмор, или вы действительно думаете, что США тут ни при чем? Да, я серьезно говорю. У американцев нет интересов на Украине? Это вы можете шутить сколько хотите. США не играет значимые роли на Украине. Украина не собирается становиться 51 штатом США. Больше всего Украина хочет стать членом Евросоюза. Что, конечно, будет непростым делом, но, по крайней мере, украинцы хотят повернуться лицом к Европе, потому что Украина не единолично управляемая националистическая агрессивная Россия, которая имеет рычаги давления на украинцев. А Европа предлагает Украине процветание, безопасность, и туда украинцы хотят. Они сказали, что мы хотим быть с Европой. И вот, когда украинцы это выразили, это было хаотичное народное восстание на Майдане, которое потом сопровождалось демократическими выборами. А то, что вы тут говорите, это российская пропаганда. А вы тут занимаетесь американской пропагандой. Я не повторяю российскую пропаганду, я пытаюсь сравнить. Вы переняли один к одному российскую пропаганду и пытаетесь сделать из нее подобие аргумента. Позвольте и другим высказаться, если вы считаете высказывания других скандальными. Я хочу только сказать, что обе стороны имеют свои интересы. Я не делаю никакой русской пропаганды, я вообще не считаю Путина своим другом. Но вы человек, понимающий Путина. Можно я выскажусь? Спасибо. Нам не нужно сейчас говорить о том, что за делишки проворачивает Путин. Мне важнее попытаться достичь разумного, нейтрального мнения о ситуации. И это означает, что то, что делает Путин, я воспринимаю критично. Но я воспринимаю критично и то, что делает наша западная сторона. Вы говорите, что у американцев нет интересов на Украине. Но мы знаем, что сотрудник ГАЗДепа Виктория Нулан заявила перед представителями американских нефтеконцернов, что США несколькими миллиардами долларов финансировала Пуч на Украине. Это видео может каждый посмотреть в интернете. Мы знаем, что нынешний премьер-министр Иценюк еще несколько лет назад основал фонд, Американско-украинский фонд, и на странице этого фонда стоят многолетние спонсоры, НАТО, Четтемхаус и Госдепартамент США. Мы видим, как США десятилетиями подряд влияют на данный регион. Вы наверняка знаете Бжезинского. Надеюсь, вы читали его большую шахматную доску. Бжезинский – это один из важнейших советников американских президентов, начиная с Картера. Господин Мюллер, как это все связано с Украиной? Как это связано с желанием украинцев, куда они хотят? Это даже очень связано с Украиной. Бжезинский написал геостратегический план Америки. Вы выдумали тут какую-то геополитическую сказку, чтобы мочь игнорировать волю и желание людей в Европе, потому что вам это не нравится. Я этого никогда не говорил. Надеюсь, вы читали Бжезинского? Господин Мюллер, наши зрители, вероятно, не читали Бжезинского, но ваше мнение понятно. Господин Фогенхубер, господин Фрай говорит, что речь идет о европейских ценностях и демократии, а с другой стороны, попытки тоталитарной России. Тоталитаризм и даже некая форма фашизма – это лицо новой европейского фашизма, который представляет Россия. С ее национализмом, репрессиями и ультраконсервативными реакционными взглядами, и эта Россия проводит агрессивную политику по отношению к своим соседям. Почему Европа должна представлять и защищать свои интересы перед такой Россией? Европа должна повсеместно защищать свои ценности. Если бы господин Фрай хоть немного разделял эти ценности, тогда нам не пришлось бы выслушивать вот эту пропаганду НАТО. Перед нами совершенно очевидная фальсификация истории. И каждый человек, который хоть немного серьезно и нейтрально изучал этот конфликт, для него покажутся эти речи странными. США играет главную роль в этом конфликте. Виновниками возникновения этого конфликта на Украине являются страны Запада. Это документально доказуемо. Со времен Венского конгресса 1815 года в Европе перестали думать в категории о геополитике. После Первой и Второй мировой войны порядок и геополитику определяли США и Россия. В Европе нет никаких традиций изучения геополитики. Эта наука тут не преподается. В Америке же геополитика обсуждается публично. И то, что господин Фрай здесь так отвергает, в Америке это относится к общим знаниям среднего уровня. Самые выдающиеся мыслители геополитики в Америке не являются, как здесь, какими-то мутными личностями, сторонниками теории заговора или даже социалистами и коммунистами. Наоборот, Бжезинский, которого цитировал сейчас мой коллега, является советником американского правительства. Начиная с президента Картера и до сегодняшнего дня он советник Обамы в вопросах геополитики. Киссинджер написал книгу «Новый мировой порядок». Вы можете прочесть, что Америка после окончания Третьей мировой войны объявила себя победителем. Америка считает, что вправе подчинять себе все постсоветское пространство, как победитель холодной войны. В Брюсселе это называют немного завуалированно, но совершенно открыто. Конкуренция и интеграция. Речь идет о сферах господства двух держав. И по поводу России и Украины нужно ясно сказать, что до путча на Украине царил мир. И Россия безоговорочно уважала территориальную целостность Украины, включая Крым. Россия это делала до того дня, когда в Киеве произошел путч против демократически выбранного президента. Вот, кстати, вам и хваленные европейские ценности. И после путча попытались запретить русский язык на Украине. И еще хотели прекратить договор о российских базах в Севастополе. И еще в правительстве были правые радикалы-нацисты. До этого путча Россия уважала территориальную целостность Украины, включая Крым, не позволяя себе ни малейших вражеских действий. В книге Бжезинского есть один абзац, который мне кажется в высшей степени интересным. И я бы был бы рад, если бы наши СМИ о нем рассказали широкой публике. Бжезинский пишет там, цитирую, дословно там еще написано, что весь евразийский континент усыпан американскими вассалами и платящими дань странами. Вассал, платящий дань. И именно так мы, Европа, себя и ведем. Мы не берем на себя ответственность вести открытую, мирную, демократическую, добросовестную внешнюю политику. Вместо этого мы воплощаем в жизнь глобальную геополитическую стратегию США. Встреча, вы дипломат. Скажите, НАТО действительно так сильно спровоцировало Россию, что она была вынуждена так жестоко отреагировать? И действительно ли то, что, как утверждает господин Фогенсвубер, что Европа ведется как вассал США? Но я бы не смотрел на это так драматично. Я думаю, что Европа совершила очень большие ошибки в девяносто первом году. Тогда мы не разглядели уникальный шанс построить общую европейскую систему безопасности вместе с Россией. И, конечно, без сомнения, тут сыграли свою роль американские интересы и, вероятно, британские интересы тоже. Почему мы не пошли по этому пути? Да, это правда. На Майдане было народное восстание с некоторыми аспектами путча. Это не вопрос. Но после этого состоялись два раза абсолютно прозрачные демократические выборы на Украине, когда украинцы выбрали абсолютным большинством такие партии и политические силы, которые точно не принадлежат к марионеткам США. А наоборот, эти партии хотят быть частью Европы. И господин Порошенко и выбранные партии являются легитимными представителями украинского народа. И поэтому я бы желал, чтобы вы, являясь бывшим депутатом Европарламента, уважали демократический выбор украинцев. Они отвергали взмахом руки, говорят, что, мол, это все Америка подстроила. И мне все равно, что хотят украинцы. Это презрение к людям, господин Фогенсвубер. Это просто наглость. Я ничего такого не говорил. Вы позволяете себе подобный тон. Что вы вообще о себе возомнили? Если вы можете себе позволить сказать, что это было народное восстание с аспектами путча, я вас дословно цитирую, тогда в Крыму было воссоединение с Россией с аспектами нарушения международного права. Это ведь бредовые формулировки. Это была аннексия. На самом деле это было военное вторжение и аннексия. Вот что вы хотите сказать. Давайте скажем это прямо. Это было первое нарушение мира в Европе со времен Второй мировой войны. Нет, это было уже в Косово. Бывший канцлер Германии Шрёдер сам недавно признался, что в Косово мы в первый раз нарушили международное право. Без всякого мандата ООН. Это чтобы немного повысить ваш уровень знаний истории. Косово и Крым не одинаковы, тут надо различать. Дайте наконец-то хоть кому-нибудь сказать слово. Дайте мне сказать еще две фразы. Хорошо, скажите еще две фразы, потом я задам вопрос господину Мюллеру. Это так бросается в глаза, что вы являетесь бывшим депутатом Европарламента и так яростно защищаете сторону России. А я скажу вам почему. Мы выросли с убеждением, что демократические страны не ведут войн. А сейчас мы переживаем момент, когда демократические страны толкают нас к войне. А Европа состоит из демократических стран, и в Брюсселе тоже демократия. И это происходит в столетний юбилей с начала Первой мировой войны, когда перед нами вырисовывается мистический сценарий повторения этой ситуации столетней давности. А что касается свободы наших СМИ, мы знаем, насколько они свободны из известной передачи политической сатиры, в которой недавно были разоблачены связи ведущих журналистов с трансатлантическими организациями. Вы имеете в виду немецкую передачу? Господин Плацик, бывший немецкий премьер-министр и шеф партии СДПГ, недавно осмелился сказать, что мы, демократические страны, должны взять на себя ответственность и доказать, что мы не ведем войн. И тут же набросились на российско-немецкий форум «Петербургский диалог», где он председатель, чтобы избавиться от него. Это вы называете свободным миром? Да это абсурд. Скажу честно, что когда я наблюдаю за тем, как наши собственные СМИ, ведущие СМИ, фабрикуют и искажают новости, монтируют видео так, чтобы выглядело, как им нравится, и как они переворачивают факты и ведут агрессивную пропаганду. И это происходит по обе стороны баррикад. И мы должны критиковать обе стороны, это легитимно. Но когда вы утверждаете, что злой Иван ведет пропаганду, а добрый Запад является демократией и безгрешной святошей, где СМИ вещают только правду и ничего, кроме правды. И честно говоря, после того, что я до сих пор от вас слышал и что вы пишете в газетах, вы не должны удивляться тому, что зрители и читатели массово перестают читать и смотреть большие СМИ, потому что они чувствуют себя обманутыми и переходят на альтернативные СМИ, потому что в вашей свободной прессе они уже не